В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского района в студии Максим Козлов. Здравствуйте! И вначале коротко о главном событии, очень важном для нашего телеканала. На Всероссийском телевизионном фестивале «Федерация» два наших фильма завоевали награды, причем один из них занял победное первое место. Эти призы стали хорошим подарком ко дню телевидения, который празднуется сегодня. Подробнее к этой теме мы еще вернемся, а сейчас об основных темах сегодняшнего выпуска. По адресу Заводская 16 на днях произошло обрушение штукатурки на входной группе одного из подъездов. Еще недавно эти обвалившиеся куски штукатурки были причиной волнения жителей Заводской 16. В Ленинском районе стартовала акция под названием «Неделя доброты и щедрости». То, что люди делают в нашем районе, очень важно для многих, кто сейчас один и думает, что помощи ждать неоткуда. Центральная библиотека города Видное продолжает радовать своих посетителей новыми интересными мастер-классами. Мужчины тоже вяжут. Я ничего такого не вижу. Съемочная группа телеканала Видное ТВ выехала по адресу Заводская 16, где произошло обрушение штукатурки на входной группе одного из подъездов. Сегодня сотрудники муниципальной управляющей компании начали ремонтные работы. О том, в какие сроки будет устранена проблема, расскажет Юлия Погосян. Еще недавно эти обвалившиеся куски штукатурки были причиной волнения жителей Заводской 16. Сегодня, благодаря слаженным действиям администрации Ленинского района и сотрудников управляющей компании, здесь начались работы по устранению ситуации. Предположительно, аварийная ситуация в доме 1956 года постройки произошла по причине попадания в мелкие трещины воды. В жилом фонде с таким сроком эксплуатации подобные вещи не редкость. Для безопасности жителей участок огородили предупреждающей лентой, после чего здесь появилась специальная техника. Сейчас рабочие уже сняли слой штукатурки и приступили к восстановлению стен. Здесь будет обшиваться сеткой, набиваться штукатурным слоем, ну и, соответственно, потом покраска приведется в тот вид, который был изначально. Некоторые жители 16-го дома изменениям внешнего облика входной группы даже не заметили, а узнав о ремонте, очень обрадовались. Дом-то 1956 года, так что хорошо, что хоть что-то делается. Спасибо им, что можно сказать. Хорошо, нормальная работа, не могу ничего сказать. Хорошая у вас компания? Не собираетесь менять? Нет, нет, не будем. Все работы планируется завершить в течение двух дней. Сотрудники управляющей компании делают все, чтобы местным жителям ремонт не доставил хлопот, а результат принес максимум положительных эмоций. Дабы сократить количество подобных непредвиденных ситуаций, представители ЖКХ в ежедневном режиме следят за общим состоянием домов и при необходимости устраняют поломки. Хорошим подспорьем в работе служат активные жители, которые сообщают управляющей компании о проблемах в своем доме. Юлия Пагасян, Владимир Бижонов, Ульга Садовская, ВИДНЭТВ. В Ленинском районе стартовала акция под названием «Неделя доброты и щедрости». Она приурочена к Всемирному дню благотворительности и организована по инициативе Координационного совета общественных объединений. Она проводится при поддержке руководства муниципалитета, органов местного самоуправления, общественной и торгово-промышленной палат Ленинского муниципального района, Молодежного совета, Центра социального обслуживания «Вера». В преддверии акции состоялось координационное совещание, в котором приняли участие организаторы акции, представители общественных организаций, администрации района и волонтеры. Мы сейчас собрались в основном для того, чтобы немного обговорить условия и задачи нашей работы именно по маленькой акции или по одной из акций, проводимых в рамках недели. Мы ее так условно назвали «Щедрая корзина». Посетители магазинов, совершающие покупки с 16 до 20 часов, имеют возможность оставить в щедрой корзине продукты, товары первой необходимости, денежные средства для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Бокс с деньгами, опечатанный, вот в таком же виде вы передаете вечером, когда к вам приезжают за продуктами. В проведении акции будет задействовано более 100 волонтеров. Сбор продуктов будет организован на протяжении недели в 13 торговых центрах и магазинах Ленинского района. В этом году акция приобрела очень большой размах. Она, во-первых, распространилась территориально на практически все поселения района, а с другой стороны у нас появились новые направления. Действительно, в этом году к акции присоединились некоторые организации, оказывающие услуги в сфере красоты и здоровья. Но основной упор будет сделан, как и в прошлом году, на сбор продуктов и товаров. 27 числа – это финальный день. Уже мы не будем собирать, уже все будет собрано. И в этот день, в день, который называется Международным днем благотворительности, будут формироваться такие корзины для благополучателей. Сформированные наборы и денежные средства будут направлены остро нуждающимся жителям Ленинского района, людям с ограниченными возможностями здоровья, ветеранам, многодетным семьям. Спасибо вам большое. 15-е районные рождественские образовательные чтения открылись вчера в Видновском художественно-техническом лицее. В этом году тема чтений – молодежь, свобода и ответственность, где проходят границы между личной свободой и вседозвольностью, как уберечь молодых людей от соблазнов и направить их энергию в русло созидания, какую роль в жизни ребят играет интернет, тем для обсуждений было много. Обо всем подробнее в репортаже Екатерины Борисовой. В этом году открытие юбилейных районных рождественских чтений совпало с другим не менее важным событием – Всемирным днем ребенка. Чтения начались с просмотра записи послания патриарха Московского Кирилла. Затем с приветственной речью обратился заместитель главы администрации Ленинского района Алексей Селезнев, который напомнил собравшимся о главной задаче встречи – повышении культурного и духовно-нравственного уровня молодежи. Решение этой очень важной задачи зависит от сплоченности, от единства действий всех социальных институтов нашего общества, куда входит и государство, и церковь, и школа, и семья. Начальник управления образования Ленинского района Светлана Ломакова подняла один из главных вопросов – как свободу выбора данное ребенку влияет на его ответственность и самостоятельность в дальнейшем. А даем ли мы взрослым детям свободу и право выбора? Как это не просвучит парадоксально, сплошь и рядом мы ограничиваем свободу ребенка сегодня, чтобы обеспечить ему свободу на будущее. Дать ребенку хорошее образование – свобода. Но проверять уроки до старших классов – значит не давать свободу самому ребенку, отвечать за свои успехи и неудачи. Далее выступавшие отметили, что если ранее на воспитание, становление и социализацию детей влияли исключительно семья, школа и окружение, то сейчас в эту схему проник и прочно укрепился интернет. И с этим необходимо считаться. Около 80% детей проводят в сети в среднем 3 часа в день, а каждый седьмой подросток 8 часов и более. Сегодня один из тезисов был о том, что есть свобода взлета, это свобода творческая, свобода самореализации, свобода созидательная. А есть свобода падения, когда человек падает и некому его поддержать. Это свобода зависимости, такая псевдосвобода на самом деле. И вот мы как раз говорили о том, что детям тоже надо понять, что такое свобода и куда им стремиться. Директор Центра детского творчества «Импульс» Нина Бессонова когда-то стояла у истоков районных рождественских чтений и помнит, как все начиналось. Первые, вторые и третьи чтения были организованы именно силами сотрудников «Импульса». Сейчас главная гордость учреждения – конкурс художественного и декоративно-прикладного творчества «Рождество Христово», который на днях стартовал в Ленинском районе. В основном мы шагаем по Евангелию, по евангельским историям. И интересно, дети, это открытый конкурс. Жители Ленинского района с удовольствием участвуют, потому что мы рассматриваем в финале более 800 работ. И работа очень качественная, очень интересная. Очень трудно бывает выбрать победителя. Работают связки с видновским благочением и другие образовательные учреждения. Мы бываем приглашены часто на праздники в храм Успенский. Такие праздники, как Рождество, Пасха. Готовим совместные праздники. К нам приезжают артисты, которых обучают в Успенском храме, которые ходят в воскресную православную школу. В рамках рождественских чтений в течение полутора месяцев в образовательных учреждениях Ленинского района пройдет еще много разнообразных мероприятий, встреч и экскурсий. Екатерина Борисова, Владимир Бижонов, Елена Кошлева, Видное ТВ. Центральная библиотека города Видное продолжает радовать своих посетителей новыми интересными мастер-классами. В рамках фестиваля «Планета мастеров» рукодельницы удивили всех разнообразными видами творчества. Они показывали, как изготавливать куклы-обереги, украшения из кожи, розы, шелковых лент, цветочные композиции, а также научили всех желающих вязать игрушки. К празднику рукоделия приобщилась корреспондент Анастасия Воронина. В Центральной библиотеке города Видное продолжает работать выставка «Планета мастеров», открывшаяся еще в начале ноября. Представленные поделки удивляют читателей своим разнообразием и неординарностью. В рамках одноименного фестиваля главный библиограф Марина Андрианова пригласила рукодельниц, которые с удовольствием согласились показать мастер-классы и поделиться опытом. Они из пряжи сделаны, называются они мартинички. Изделия из кожи, куклы-обереги, вязание, валяние, скраб-букинг, рисование, флористика, бисероплетение, всевозможные украшения из различных материалов. Всему этому можно было научиться на мастер-классе у рукодельниц. Многие думают, что это только женские занятия. А Николай Самокин считает, что мужчина должен уметь делать все. Мужчины тоже вяжут. Я в этом ничего такого не вижу. Страшно. Почему меня заинтересовали куклы и наряды к куклам? Потому что у меня внучка. И я, в принципе, смотрю, что можно сделать. Надежда Дворникова приехала из города Домодедова, чтобы рассказать про свое творчество, которым она занимается с юного возраста. Рукодельница закончила курсы по вязанию, шитью. Теперь научилась работать с лентами разных размеров, из которых она создает необычные украшения. Если у человека есть усидчивость, то можно всему добиться. И трудолюбие. Некоторые начнут раз-раз и бросают. Здесь надо терпение. И самое главное, чтобы человеку нравилось. Чтобы доставляло это удовольствие. Мероприятие длилось более пяти часов. Все получили бесценный опыт, сделав своими руками изделия из кожи и цветов, лент и ниток. Это стимулирует людей к творчеству. Они начинают, может быть, даже мыслить по-другому. Они видят, что у простых людей, которые вообще никогда не занимались рукоделием, получаются такие удивительные вещи, броши, они вяжут игрушки. И мой замысел, который, ну, как я это себе представляла, мне кажется, он воплотился в жизнь. Вовлекательные мастер-классы никого не оставили равнодушными. Анастасия Воронина, Владимир Бежонов, Елена Кошелева, Видное ТВ. 21 ноября во всем мире отмечают День телевидения. Не является исключением и наша телекомпания. Правда, праздник этот мы справляем на рабочих местах. Ведь новости не будут ждать, а телевизионный эфир нельзя остановить. Но и в этот день мы рады гостям и готовы рассказать о том, как делается телевидение. Подобные экскурсии уже стали традиционными. В этот раз нас посетили ученики третьего класса школы номер два микрорайона «Зеленые аллеи». Ребята имели возможность посмотреть, как пишется одна из программ. Сейчас должна быть большая тишина, потому что вы идете в студию. Но понаблюдать за происходящим – половина дела, куда интереснее оказаться внутри студии. Главный инженер телекомпании Константин Брылов рассказал и показал, как именно картинка оказывается на экране телевизора. А самые удачливые смогли попробовать себя в роли ведущих. Ежедневно, по будням, а также в субботах в Винновской поликлинике можно пройти диспансеризацию. Народный всеми любимый театральный коллектив «Твит» порадовал жителей Ленинского района новой постановкой. Также ребятам показали рабочие места журналистов, что, конечно, не очень зрелищно, и монтажные комплексы, где разрозненные кадры, снятые операторами, монтажеры превращают в один сюжет или фильм. Особый восторг вызвала у ребят комната с зеленой тканью, с помощью которой можно отправить человека куда угодно. Сложно быть ведущим, и если сложно, то почему? Что нужно уметь? Надо очень трудно, надо уметь читать выразительно, причем. Не заикаться и вести себя отлично. Как всегда, ребята получили заряд хорошего настроения и узнали много интересного. Спасибо! В продолжение темы. Накануне Дня телевидения два фильма, выпущенные телекомпанией «Видное ТВ», получили награды на Всероссийском фестивале «Федерация». Нашими соперниками стали порядка 200 крупных региональных телекомпаний из 70 регионов России. Фильм Татьяны Брыловой «Маршрут номер 379» вышел в финал номинации «Сами мы местные». А документальная картина Максима Козлова «На вес золота» получила главный приз в номинации «Человек своего времени». Награду получила генеральный директор МАУК ВДК Ирина Тихановская. И у нас в гостях автор фильма «Победителя» Максим Козлов. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте, Максим. Расскажите, о чем фильм? Ну, за основу мы взяли историю нашего прославленного спортсмена Евгения Рылова. Даже не историю его жизни, а историю вот этого постепенного восхождения на спортивный Олимп. И, мало того, этот фильм, наверное, все-таки не столько о нем, сколько о тех людях, которые окружают. Тренер, родные, болельщики, можно даже сказать, вся страна. Мы хотели рассказать историю о том, что человек один, может быть, не всегда способен сделать что-то действительно великое и что-то действительно достойное. Ему всегда помогают люди. Это фильм о любви, о взаимопомощи. Вот, наверное, так. Как долго вы работали над картиной и сколько человек участвовало в ее создании? Ну, над фильмом мы работали в свободное от основной работы время, потому что мы и пишем, снимаем сюжеты, и ведем новости. Иногда занимаемся редактурой. Поэтому приходилось все делать или по вечерам, или в какой-то во время свободной минутки. Общее время работы над фильмом составило где-то около порядка, наверное, трех-четырех месяцев. Авторы? Ну, авторами, наверное, являются все наши сотрудники, потому что мы в этом фильме активно использовали архивы, потому что мы снимаем Евгения уже на протяжении, наверное, 10 или 12 лет. Поэтому с архивами пришлось много работать. И очень большую помощь мне оказал наш оператор Владимир Бижонов. Тоже, кстати, многостаночник. То есть он у нас и снимает, и монтирует, и занимается звуком. Ну, я благодарю всех, в том числе и тех людей, которых мы снимали, за то, что они также помогали нам, предоставляли свои архивы, свои фотографии. Я рад, что фильм получился, и он получил заслуженное, я считаю, признание. Сегодня ваш профессиональный праздник. Отмечаете ли вы его как-нибудь? Ну, сейчас и вы, и я на работе. Но я думаю, когда мы сдадим все сюжеты, напишем, смонтируем, отправим в эфир, наши зрители увидят эти новости. Я думаю, мы с нашими коллегами поднимем по фужеру шампанского и за этот праздник, и за эту нашу общую победу. Ну, и вечером, наверное, в кругу семьи также немножко отметим. Кстати, поздравляю вас с нашим профессиональным праздником. И вас с праздником. Спасибо, что пришли к нам на эфир. И в заключение выпуска традиционно о погоде. Синоптики предсказывают, что завтра, 22 ноября, зима все же попытается заявить о своих правах. Облачная погода будет держаться до самого вечера, а вечером будет идти мелкий снег. Температура плюс 2 градуса. Это все на сегодня. Завтра в 20.00 в эфире телеканала Видное ТВ выйдет очередной выпуск новостей, где мы расскажем обо всех значимых событиях, произошедших в Ленинском районе. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова